Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите Арктик ТВ в прямом эфире программы «Ознаки». Я ее ведущий, астролог Сергей Газинский. В этой программе мы не говорим о политике, изучаем судьбы людей с позиции расположения звезд. Вы можете звонить нам по телефону прямого эфира в студию 2846 и задавать свои вопросы о судьбе и о жизни. Только напоминаю, что надо сообщить дату рождения, время рождения и место, где вы появились на свет. И мы постараемся ответить на ваши вопросы. Также эти вопросы можно размещать в специальной группе, которая называется «Астрологический центр «Знаки» ВКонтакте». Здесь есть раздел «Вопросы астрологу» и сюда можно написать письмо. И мы постараемся ответить на ваш вопрос. Ну, а у нас сегодня гость. Знакомьтесь. Здравствуйте! Меня зовут Майя. Я директор лабазы этнического стиля «Лебедушка». Открылись мы совсем недавно, в мае месяце. Я сама творческий человек. И вот это создало интересное направление для того, чтобы подарить радость нашим мурманчанам. И сегодня я приду в программу «Знаки». А Майя уже у нас. Добрый вечер. Добрый вечер. Майя, а как вот сложилась ваша судьба, что вы вот оказались в таком магазине? Ну, вообще, если честно говоря, так очень жизнь повернулась. Круговорот такой. Я вышла замуж. И получилось так, что мы сможем два сапога пара. И он дал мне эту возможность заняться этим творчеством и доставить радость людям. А вот почему именно такое направление? А это направление, я, видимо, всю жизнь была в этом стиле. Мне этот стиль нравится. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это всегда в тренде, всегда в моде. Вот. Всегда в празднике. Вот. Ну, наверное, так. Всегда глаз горит. Некоторые считают, что это старо, что это, знаете, как бы вот, ну, по-деревенски. Не соглашусь, потому что к нам заходят и молодые, и среднего возраста, и пожилые. И вы знаете, когда молодежь начинает мерить вышиванку, понимаете, и это модно, это красиво. Да. Не соглашусь. А вот кто производит вот это все? Это в Мурманске у нас делают? Нет. К сожалению, в Мурманске у нас этого нет. Мы по всем уголкам России, нашей огромной России, собираем это творчество, кустарное производство, мастеров ищем. Вот. Для того, чтобы представить это в полной коллекции. А вот вы так не ходите по улице? Я? Нельзя увидеть, да. Летом хожу, да, и вы знаете... И какая реакция? Реакция людей замечательная. Вы знаете, заряд, обмен энергии идет просто великолепно. Так как наш магазин в Коле находится, вот, мы с мужем часто гуляем там, и он точно так же одет, и я одета так, и вообще у нас как бы дресс-код такой в магазине, и продавец у нас в магазине в таком. Вы знаете, люди заходят, люди улыбаются, у людей... Вот приходит человек, сразу видно, у него какое-то плохое настроение. Он заходит к нам в магазин, и ой, как красиво, ой, как здорово, вот, где ж такая красота? Да, и у человека сразу меняется настроение, у него начинает гореть глаз, а самое главное, что у нас в жизни? Это позитивные эмоции. Ну, это сейчас позитивные эмоции, а там много лет назад было где бы что поесть. Ну, да, конечно, но старались, работали. А вот, глядя на ваш гороскоп, вы близнец, да, солнце у вас в близнецах находится, и много планет вот тоже в близнецах, там раз, два, три, четыре из двенадцати основных планет у вас в близнецах. То есть близнецы всегда это вот разговорчивый человек, и всегда с торговлей почему-то связаны. Вы вот разговорчивый человек? Я очень разговорчивый человек, но, если честно говоря, с торговлей вот только последнее время. А чем вы занимались? А у вас вот гороскоп творческого человека, скажем так, а чем вы занимались последнее? Вы не представляете, я всю жизнь, 26 лет отработала на госслужбе. Ну, наверное, это тоже своего рода творческая работа, потому что это общение с людьми, вот, надо уметь работать с людьми, вот. Я финансист, экономист, вот, все-таки сделать анализ экономической деятельности или оценить тоже инвестиционный проект, это тоже в какой-то степени творчества. Вот, провести проверку контрольную, вот, субъекта хозяйственной деятельности, это тоже творческо. А как вот, если вы такой специалист вот в этом направлении, вы как бизнес начинали? Вы все просчитывали или как? Или как по-русски? Знаете, вот, раз туда с головой, и как оно вылезет? Вы знаете, наверное, мы с мужем раз и с головой, вот, вот, честно, раз и с головой. Ну, у вас показатель такой, у вас Марс в водолее находится, а Марс в водолее, это всегда человек сначала делает, а потом только осмысляет свои поступки. Ну, я теперь на сегодняшний день осмысляет супруг, а я делаю. А как вы думаете, вот, перспектива какая-то есть вообще, это людям интересно, надо, там, или нет? Самое главное, что людям это интересно. Теперь нужно просто так, чтобы люди узнали, потому что мы, вот, в связи с тем, что мы отдаленно от Мурманска находимся, вот, но мы стараемся, и, как бы, самая главная реклама – это сарафанное радио, вот. Но тот, кто уже, как бы, по, с момента открытия, да, вот, анализ я делала статистический такой, тот, кто к нам уже один раз зашел, он обязательно возвращается, потому что у нас, на самом деле, эксклюзивные подарки, эксклюзивные вещи, тех, которых нет, ну, нет. А вот вы участвуете в каких-то выставках, там? Да, мы работаем с администрацией города Мурманска, вот, и с кольской администрацией, участвуем в выставках, а вот недавно были на норвежской выставке, вот. Ну, и как норвежцы оценили русскую красоту? Вы знаете, норвежский конкурсу купил у нас жилетку Валдай, вот, тут же снял свой пиджак, одел жилетку и одел пиджак, и сказал, во! Жилетка Валдай, это как Валдайский клуб Путина, да? Ну, на самом деле, очень интересные вещи, очень классные, стильные, которые в сочетании с современной одеждой, как бы, очень сочетаются. Ну, вот, сейчас же вот современные ткани тоже не выбросить никуда, да? Вот, как же без них? А зачем выбрасывать современные ткани не надо? Вот, я против того, чтобы выбрасывать современные ткани, нужно просто-напросто и натуральные ткани приспосабливать, нужно то, что, как бы, и лечит, и то, что наше родное, вот, и то, в чем комфортно, самое главное. Ведь, в принципе, вот, вернее, принципы, вот, нашего лабаза, это, первое, натуральные, товар из натурального сырья, второе, только российского производства, вот, кустарного, российских мастеров, вот, и только имеющихся функционал. То есть, даже если человек делает подарки, вот, покупает что-то у нас, вот, то это интересно и имеет функционал. А у нас звонок, алло, здравствуйте. Алло, алло, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вот теперь я вас слышу. Как вас зовут? Я вас, Вадим. 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 Мы вас слушаем. Вам гороскоп построить, Вадим? Да, гороскоп, если можно. Да, конечно, построим. Дата вашего рождения? Так, 1983. Нет, сначала дату мне скажите, пожалуйста. 18 сентября. 18. Угу, 18. 09-го, 1983. 83-й. Время рождения знаете свое? Да, знаю, 5.30. Утро? Утро. 05.30. А где вы родились? Мурманск. Мурманск. Сейчас построим. Так, проверяем. 18 сентября, 83-го, воскресенье, 5.30, Мурманск. Вот ваш гороскоп. Солнце у вас в Деве, с Меркурием соединение. Это всегда дает, ну, общительность, коммуникабельность, большой ум. Кстати, человек дает всегда Меркурий в Деве, Солнце в соединении. Ну, и здесь от Нептуна впечатлительность дает очень большую. Умный такой, впечатлительный человек. Марс на восходе. Находится луна в Водолее, что говорит о независимости какой-то. Большое влияние родителей тут в чем-то вот тоже вот показано каким-то образом. В общем, разносторонний такой гороскоп. Что вас интересует, Вадим? А вы знаете, меня интересует вопрос, как бы вы ввели работу и деятельности податься, чтобы у меня получалось лучше всего, где бы я мог бы себя появить больше. Но если бы вы ко мне обратились в юном возрасте, я бы, может, вам бы посоветовал и военную службу или что-то, потому что Марс восходящий, это всегда что-то связано с войной. У вас вот гороскоп, знаете, такого человека, который все время задает себе вопрос. Кто я? Зачем я? Вот для чего я создан? Где у меня будет лучше получаться? Вот как вы сейчас говорите. Поэтому здесь надо пробовать все, вот все, что вам нравится. И идти в то направление, которое нравится, где вас замечают, где вам хорошо. Вот. А конкретного направления вот так не сказать. А по здоровью, допустим, есть ли проблемы? Еще раз плохо слышно. Алло, алло. Со здоровьем, пожалуйста, не будет в ближайшее время? Со здоровьем в ближайшее время плохого вы имеете в виду? Да, очень плохого. Ничего не предвещают. Понимаете, ну, вот следующий год очень тяжелый. Очень. И как бы я пугать не пугаю, просто он настолько сложен и будет требовать от вас полная дача сил, очень большая нагрузка стоит. И вот берегите сердце и здоровье, ну, скажем так. А когда будет уже полегче немножко? А полегче будет к концу 2017 года. А начнется все в районе нового года. Поэтому поаккуратней. Нагрузка ложится на вас. То есть нагрузка показана такая, что вот на вас просто мешок какой-то вот повесят и тянуть надо. И на здоровье это очень сильно отражается. Поэтому поаккуратней, не волнуйтесь, занимайтесь больше собой, уходите в себя, если это требует обстоятельства. А потом вы из этого состояния выйдете к концу года, через год. Вот прям кардинально плохого ничего прям не видно, да? Кардинально ничего плохого. Да, я и не увижу за минуту ничего плохого. Но пока вот сказать ничего ужасного не могу. Понятно. Всего спасибо. Удачи вам, всего доброго. Кстати, Майя, а у вас ведь тоже гороскоп вот человека, который себя ищет. Вы вот нашли себя окончательно? Вот, наверное, нашла все-таки. Во-первых, я нашла супруга, которую искала всю жизнь. Во-вторых, я занимаюсь интересным для меня любимым делом. Ну, и понимаю, что если бы я, наверное, занималась этим более ранние годы, как бы начинала, наверное, достигла бы чего-то большего. Ну, и так хорошо. Я считаю, что очень хорошо. Ну, вот мы отличаемся от европейцев. Там как начнут люди вот по жизни идти, так и идут, идут, у них столетиями все. А у нас, видите, сколько много перемен в жизни, перестройки там всякие. У нас то в одну сторону, то в другую сторону, конца и края. А вот как вы оцениваете Мурманск? Вообще, Мурманск перспективный город. Ой, вы знаете, я-то вообще сама южанка. Ну, вот скажите, что вы думаете по этому поводу. Ну, я могу немножко по-другому ответить. Я могу бы ответить так, что мне бы хотелось, чтобы Мурманск стал немножко ярче, немножко веселее, потому что, как бы там ни было, все равно северные люди, они очень хорошие люди, но они какие-то вот, ну как, закомплексованные, холодные или, как сказать, не знаю. Ну, видимо, потому что, все-таки, если сравнить юг, солнце, больше мероприятий в городах проходит, как бы, вот, допустим, взять Москву, Питер там или еще другие города России. Вот, в Мурманске мало этого, вот, этого очень не хватает. Не хватает праздников, не хватает вот этих вот, на самом деле, сборов, веселья. Ну, потому что холодно, видимо, климат, он тоже, как бы, влияет. Суровая природа, суровый климат, поэтому люди сильные. А у нас звонок, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ложья. Я бы, знаете, хотела... Одну секундочку, сейчас погромче сделают. Угу. Так. Дата вашего рождения? Нет, я бы, знаете, хотела узнать, в каком, знаете, забирать, как родился у меня сын. Давайте. Как сына зовут? Как чего? Сына как зовут ваш? Дима. Дима. Дата рождения? Двадцать первого мая 1974 года. Семьдесят четвертого года. Время рождения, знаете? Время, вот, ну, это, так, где-то 15.05-15. 15.10 поставим? Ну, давай. 15. 21 мая 1974 года. Да. 15.10. Где родился? В Мурманске. В Мурманске. Сейчас мы Мурманск поставим. Да, это только гороскоп покажет, где он родился. Солнце у него в Близнецах. В первом градусе. Вот только зашло буквально, ну, час, как оно оказалось в Близнецах. Да. А Луна у него в Тельце, поэтому все равно Тельцовские качества будут присутствовать. А с возрастом будет более разговорчивый, такой вот, более динамизма будет. Пограничник на Солнце в самом-самом начале Близнецов. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго, до свидания. Так, вот сплошные Близнецы сегодня. А Близнецы, между прочим, самый хороший знак. А вот вы как Близнец чувствуете в себе второго человека? Ой, вы знаете, я не второго человека, а мне кажется, что во мне 20 человек. Это, да, это вот такой тип человека, сама спросила, сама ответила, сама решила. Вот, поэтому, наверное, я очень многогранный Близнец, наверное, так. Ну, мы говорили с вами про Мурманс, что вот тут замороженность. Но, может быть, мы и живем, потому что мы здесь выживаем, потому что мы замороженные такие. Мы лишние энергии не тратим или что-то. Так вот, как бы сказать, я немножко, может быть, немножко отвлекусь от вашего вопроса, но, в принципе, я и отвечу. Вот, когда в мой магазин приходят люди, вот он идет весь загруженный своими проблемами, или женщина заходит, или мужчина заходит. Они заходят, и, вы знаете, глаза сразу открываются. Сразу, ой, какая красота, ой, а это наше, это наше, это русское. Да, ой, как все надоело, вот эта вся штамповка. И все, у человека пошел позитив, понимаете? И вот эту капельку, которую вот, как бы, я вношу вот для человека вот этого, и он уже уходит с моего магазина с хорошим настроением, значит, у него и все будет удачно. И для меня это очень важно. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло. Сорвался. А почему вы Колу выбрали, а не Центр Мурманского? Из-за того, что Кола старинный русский город? Да, потому что она старинный культурно-исторический центр. Да. Вот. Вот мы выбрали по этому Колу. Ну, вот, 450 лет Коле, и вот, видимо, та одежда, которая у вас продается, видимо, и Коля не носили. Может быть, да, да, да. А у вас, я вот смотрел, что для женщин, для женщин, а для мужчин-то что-нибудь есть? Ну, для мужчин пока на сегодняшний день практически нет, ничего, кроме тапочек, понимаете. Вот. Но мы стараемся, мы ищем что-то интересное найти для мужчин, потому что, в принципе, как бы, приходят мужчины и спрашивают, а почему я вам вру? У нас есть рубашки мужские, домотканные, косоворотки, вышиванки, как бы, с коротким рукавом. И самое интересное, что молодежь приходит, молодежь приходит, берет, тут же одевает и уходит. Вот, в летний период, да. Алло, мы вас слушаем, у нас звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вам не желаю обратиться. Зовут Олег, я. Зайдем с 18.05. Одну секундочку, одну секундочку, Олег, одну секундочку. Дата вашего рождения, еще раз, пожалуйста. 18 марта. 18.03. 69. 1969 года. Время рождения ваше знаете? 8.20. Утро. Да. Где вы родились? Мурманск. Мурманск. Проверяем. 18 марта 69. Вторник. 8.20. Вот ваш гороскоп. Вы двойная рыба. Вот смотрите, у вас солнце в рыбах и луна в рыбах. То есть вы такой, немножко может быть, романтичный человек. Немножко романтичный человек. Такой очень-очень интересный, своеобразный. Свой мир здесь показан какой-то вот такой наполненный. Вот так вот у вас. У вас следующий год очень сильно нагружен. Особенно вторая половина года. Тут надо приготовиться к тому, что работы, забот будет очень-очень много. И их надо тянуть, их бросать нельзя. Отчаиваться ни в коем случае нельзя. Просто надо сделать так, чтобы все прошло нормально и замечательно. Это очень рубежный год 17-й вашей жизни. И от него очень много зависит, как дальше жизнь будет развиваться. Поэтому я хочу вам пожелать вот удачи. И чтобы вот эти новые дела, вот эта нагрузка, в которой вы окажетесь, принесла вам только в дальнейшем положительные успехи. Это вторая половина, да? Да, это вторая половина. А первая так. То есть если вы чувствуете, в чем она будет, может вы жилье будете менять, может вы переезд затеваете большой, работу тут, ну тут вот показатели, и работа, и место жительства, все как-то вот в куче. И даже разобрать по отдельности сложно. Спасибо большое. То есть надо подготовиться так, чтобы переворот вот в жизни произошел, и произошел позитивного характера. Так, а мы продолжаем с Майей говорить. Майя у вас, вот знаете, еще в гороскопе Луна в зените находится. Зенит – это вообще достижение человека, профессии и так далее. А с Луной связаны вот психология всегда почему-то. Вот все известные психологи, у них Луна вот в зените находится. Вот вы психолог в натуре? По натуре? Внутри, да. Я, наверное, психолог. Хотя сын говорит, что я прокурор. А, то есть вы все видите, да, насквозь. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня Ольга зовут. Ольга. Вам делаем? Да, мне. Дата вашего рождения? 23 декабря 1981 год рождения. 1981 год рождения. Время рождения знаете? 13.45. 13.45. Где вы родились? Город Мурманск. Город Мурманск. Так. Проверяем. Ольга. 23 декабря 1981 года. Среда. 13.45. Вот ваш гороскоп такой. Солнце у вас в Козероге в самом начале. С Меркурием. Вот Меркурий. Здесь такая планеточка вместе с Солнцем в соединении. Это всегда дает коммуникабельность. Человек, который учится всегда. Там вот путешествия почему-то показаны. Меня интересует. Квартирный вопрос решится в этом году? Квартирный вопрос в этом году. Значит, с квартирным вопросом тут вот что связано. Тут связано через год. Он как-то решается, но он почему-то всплывает в прошлое. Вот какой-то квартирный вопрос, но решается он на основе прошлого, вот так говорится. На основе, ну, как ваших действий в прошлом или вашей жизни в прошлом. Вот такой он в прошлом. Но он решиться может. Ничего плохого нет. Наоборот, его подталкивает. Ну, где-то, наверное, не через год, а может чуть больше года. Ну, понятно. Вот так получается. Спасибо. Пожалуйста. А Луна у вас в Скорпионе? Прямо. У вас интуиция, кстати, Ольга, очень хорошая. И если интуиция вам подсказывает, что вы что-то там должны получить, вы обязательно получите. И вашей гостью хочу сказать большое спасибо. Майя были в ее магазине, очень понравилось ассортимент. Вот, видите. Так что вы, видимо, в правильном направлении движетесь. А какие у вас планы? У вас планы наполеоновские вообще или нет? Ой, наполеоновские, да. Но я не буду разглашать планы, потому что это не... Вот в вашем гороскопе, вот перебью, в вашем гороскопе стоит так, что нельзя разглашать планы. Вообще нельзя никому ничего лишнего рассказывать. Потому что столько людей, и они сразу начинают думать что-то плохое, а потом это может воплотиться в жизни. Да, вот я еще хотела добавить ко всему, что я говорю, что вот на сегодняшний день, как бы, эра водолей. Я права, да, вот, скажите мне? Да, да, да. Я права. А эра водолей – это возрождение, правильно? Но если брать в целом, как бы, да, вот в целом, там, я не политик, но вот, как бы, вот, вот эту сферу, что на сегодняшний день идет возрождение России в целом, культурно-экономическом, во всех сферах. И вот, как бы, вот наша капелька в этом большом, огромном океане, что мы возрождаем русский стиль в Мурманске, в Мурманской области, потому что он настолько многоционален, ведь здесь очень много, как бы, представителей разных национальностей и Российской Федерации, и также других стран, вот, наших побратимов. И если мы сделаем его чуть-чуть ярче, чуть-чуть краше, и чтобы принесли людям позитивные эмоции, это здорово, значит, мы не даром работаем, значит, все правильно. Спасибо, что были сегодня с нами, уважаемые телезрители. Если вот на этой позитивной ноте мы и заканчиваем нашу программу, звоните нам, пишите, а мы будем отвечать на ваши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok